В эфире Наульского телевидения информационный выпуск новостей в студии Алсу Щепотева. Здравствуйте! 19 сентября в рамках проведения Всемирного дня чистоты акций «Зеленая Россия» и «Зеленая Башкирия» на всей территории республики прошел экологический субботник. Масштабная экологическая акция под единым слоганом «Сделаем 2020» прошла в 70 регионах России и 150 странах мира. О том, как прошел день чистоты в Янаульском районе, далее в нашем эфире. Ранним утром многочисленные янаульцы, вооружившись садовым инвентарем, вышли на улицы города. День чистоты в этот день объединил людей разных профессий. К вопросу уборки они подошли основательно. Мужчины вырубали бурьян и кустарники, растущие на берегах Янаулки. Женщины готовили территорию для посадки газонов вблизи велороллерной дорожки. Сегодня у нас проводится всероссийская республиканская акция «День чистоты» и республиканская акция «Сделаем». Это очистка берегов рек, озер и побережья всех водоемов. Администрация Янаульского района тоже присоединилась к этой акции. По городу Янаул все организации вышли на очистку берега реки Янаулка. На данный момент мы находимся по улице Некрасова, где работают силы нескольких организаций, около 10 организаций, администрации в том числе. Финансовое управление, жилищно-коммунальное хозяйство. Мы очищаем берег реки Янаулка и планировочные работы ведем по велороллерной дорожке, где будут в дальнейшем посажены деревья. Работа кипела во всех уголках района. Горожане и сельчане восстанавливали неприжившиеся деревья, убирали мусор, занимались очисткой берегов рек и окраин населенных пунктов. На помощь людям вышла и тяжелая техника. На уборку закрепленной территории вышел весь депутатский корпус. Сегодня у нас прекрасный праздник в республике. В масштабах проведения акции «Зеленая Башкирия» в Янауле, в Янаульском районе проводится День чистоты. То есть весь депутатский корпус у нас активно участвует, как всегда. Мы меняем те деревья, которые у нас не прижились на нашей аллее. Ну и уборка территории. Чистим всех с праздником. Если мы с вами вместе будем поддерживать чистоту, у нас все будет в порядке. Лучше не сорить, чем потом убираться. Бойко спорилась работой и за дворцом молодежи. Здесь трудились специалисты физкультурно-оздоровительного комплекса «Юность», сотрудники детского сада номер 7 и активная молодежь района. В городском парке культуры и отдыха обновили яблоневую аллею памяти ветеранов. Десять саженцев посадили члены Совета ветеранов войны и труда и сотрудники редакции газеты «Янаульские зори». Тем временем по улице объездной шла замена деревьев. В этот день новый дом здесь обрели 47 елочек. На этом участке работали специалисты предприятия «Янаул благоустройства». В тесном соседстве с ними благоустройством аллеи занимались и члены местного отделения партии «Единая Россия». Всего участие в акции приняли более 3,5 тысяч человек. 158 организаций, учреждений и предприятий. Вывезено более двух тонн мусора. Задействовано 78 единиц техники. Еще одна масштабная акция пройдет в субботу, 26 сентября. В этот день организаторы планируют высадить около двух тысяч крупномеров и более тысячи кустарников. За прошедшие сутки в республике подтвердили 35 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Башкортостан Максим Забелин на еженедельном оперативном совещании. Его провел глава региона Ради Хабиров в понедельник, 21 сентября. На прошлой неделе в Башкортостан поступила первая партия вакцин от коронавируса объемом 40 доз. В первую очередь прививку получат врачи, работающие в красной зоне COVID-госпиталей. Прививки от гриппа получили уже 412 тысяч человек. Ради Хабиров призвал жителей сделать прививку от гриппа, подчеркнув, что это позволит избежать возможных осложнений и снизить сложный эпидемиологический фон в республике. Уборка зерновых и зернобобовых культур в Башкортостане идет к завершению. Убрано полтора миллиона гектаров, что составляет 93% площадей. Всего агрария республики намолотили почти 4 миллиона тонн зерна. Также на оперативном совещании в правительстве республики глава Башкортостана поставил задачу к 2024 году обустроить подъездные дороги с щебеночным и песчаногравийным покрытием к населенным пунктам, включая места массовой жилой застройки. По поручению Радия Хабирова каждый муниципалитет в 2020 году получил дополнительные субсидии по 10 миллионов рублей на отсыпку дорог с щебенкой. В 2021 году также предусмотрены средства на эти цели. Просроченная задолженность предприятий ЖКХ республики за природный газ по состоянию на сентябрь 2020 года составила 512 миллионов рублей. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства республики Башкортостан Борис Беляев. Руководство «Газпром Межрегион ГАЗ Уфа» пошло навстречу предприятиям и реструктурировало часть долгов. Однако после начала отопительного сезона эта ситуация может несколько ухудшиться. В сентябре жители Башкортостана заплатят за вывоз ТКО больше обычного. Повышение тарифов связано с тем, что необходимо оборудовать новые площадки, закупать технику, обустраивать полигоны. Вместе с тем, плата за вывоз твердых коммунальных отходов в Башкортостане по-прежнему остается одной из самых низких в России. Всего на территории Башкортостана оборудовано 12 тысяч площадок, где установлены 52 тысячи контейнеров. Только с начала 2020 года в населенных пунктах появилось 3560 площадок. На совещании в администрации Янаульского района, оно состоялось сразу после видеоселектора, обсудили детали празднования Дня пожилых. Начальник управления культуры Ренат Ибрагимов рассказал об особенностях этого года. Мы его будем проводить, соблюдая все меры санитарных норм. Праздничные мероприятия этого дня позволяют ветеранам вновь почувствовать свою значимость, включиться в активную общественную жизнь. Подготовка празднования Международного дня пожилых людей в Янольском районе идет согласно распоряжению. В этом году трудовым коллективам рекомендовано до 1 октября подготовить и раздать продуктовые наборы для своих пенсионеров, чтобы не проводить чаепитие в организациях, как мы это делали в прошлые годы. Со стороны медицинских работников в сентябре-октябре месяце будет организовано активное посещение на дому участковыми терапевтами одиноких престарелых лиц, реабилитации лиц пожилого возраста в условиях стационара. С каждым годом количество машин растет, личный автомобиль дарит много преимуществ. Это и скорость передвижения, и комфорт. Однако он же наносит вред окружающей среде. Автомобиль среднего класса во время движения производит 500 граммов вредных газовых отходов каждые 40 километров. Ежегодно 22 сентября отмечается Всемирный день без автомобиля. День, когда любой желающий может провести хотя бы несколько часов без своего железного коня. В нашем районе есть и те, кто готов отказаться от автомобиля не только раз в году. Уже несколько лет журналист Ильдар Шарипов передвигается по Инаулу исключительно на велосипеде. И, как отмечает, благодаря этому чувствует себя гораздо лучше. Ну, вообще, велосипедным спортом занимался еще мой дед. Я помню, как он меня катал на каком-то Урале, я еще совсем маленький был. Это еще, по-моему, даже времена Советского Союза были. Да, точно. А в целом, сам я кататься начал не так давно. Ну, где-то года 4, наверное. Но за это время я понял, что между велосипедистом и журналистом есть немало общего. Допустим, журналист он и не власть, и не народ. И велосипедист он и не пешеход, и не автомобилист. То есть, какое-то периферийное звено. И в этом есть свой интерес. А чем больше ездишь на велосипеде, тем меньше хочется на автомобиле. Я себя лучше чувствую, это как зарядка. Это физическое состояние улучшается. И в целом, это настроение поднимается. Вообще, можно сказать, что я, да не только я, все наблюдают, что число велосипедистов в Янауле растет в разных возрастах. И не только велосипедистов, там есть альтернативные эти формы передвижения, какие-то электросамокаты и же с ними. Наверное, неплохо. Для небольшого городка такой уж огромной потребности в автомобиле, я думаю, все-таки нет. Спортивные состязания между участниками военно-патриотического клуба «Батыр» прошли во Дворце молодежи 22 сентября. Ребята продемонстрировали свою подготовку в различных направлениях. Это и разборка, сборка автомата и эстафета. Правильность выполнения каждого задания оценивало жюри. Соревнования были посвящены 75-летию победы в Великой Отечественной войне и 95-летию со дня рождения руководителя внедрительной охраны подполковника милиции в отставке Гаяна Ахметова. Гаяна Ахметович родился 24 сентября 25-го года. С 42-го года был призван в Советскую армию, участвовал в Великой Отечественной войне, награжден многими орденами, медалями. Одна из них – это орден славы третьей степени, орден Великой Отечественной войны. После Великой Отечественной войны долгие годы работал в органах внутренних дел, в том числе с 70-го года по 84-й год до выхода в пенсию он был начальником немецкой охраны, то есть 14 лет. Общий стаж службы Ахметова Гаяна Ахметовича составляет 46 лет. В честь данной, так скажем, даты мы проводим, я уже повторяюсь, соревнования между курсантами, где они показывают свою силу, ловкость и умение обращаться с оружием. Я уже неоднократно говорил об этом, что мы, как сотрудники Росгвардии, должны участвовать в патриотическом воспитании молодежи, поэтому неоднократно мы проводим, так скажем, мероприятия, посвященные тому или иному дате, той или иной дате в истории России. По итогам конкурса мы будем выручать дипломы как команде, так и лично, кто более, так скажем, сильнее, более выносливый, более ловок. И это, пожалуй, все новости к этому часу. Впереди прогноз погоды. Оставайтесь с нами. 23 сентября ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 6, днем плюс 12, плюс 14 градусов. По данным МЧС в республике ожидается облачная погода с прояснением ночью небольшой дождь по северу до умеренных. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный по 7-13 метров в секунду. В отдельных районах порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9, днем плюс 9, плюс 14 градусов. Да-да, и это не шутка! В находке колбаса по-деревенски 89, конфеты и няшечка 199, подгузники, трусики, солнце и луна 499 рублей. Находка и корзинка полная, и кошелек. Акция «Действительно» с 21 по 27 сентября. Подробности у консультантов. Янаульскому телевидению требуется оператор эфира с навыками компьютерной графики. Телефоны 50402-599-95. Янаульскому телевидению требуется главный инженер. Телефоны 50402-599-95. Янаульскому телевидению требуется видеооператор. Мы ждем коммуникабельного, технически грамотного и легко обучаемого молодого человека. Желание работать в дружном коллективе и покорять новые горизонты приветствуется. Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность – основные требования к претенденту. Огонь беспощаден. Он не прощает беспечность. Ты живешь в современном, быстро изменяющемся мире. Мы придумали и освоили сложнейшую технику – покорили космос. Однако иногда мы не можем преодолеть психологические трудности. Сегодня людям все сложнее общаться между собой – со сверстниками, родителями, близкими людьми. Не нужно замыкаться в себе. Не стоит избегать проблем. Необходимо их решать. В рамках проекта «Крепкая семья» работает единый телефон доверия по оказанию профессиональной психологической помощи. Телефон действует круглосуточно, анонимно, бесплатно на всей территории Республики Башкортостан по номеру 8 800 70 00 183. Не уходи от проблем. Решай их.